Бердские депутаты готовятся к очередной сессии. Профильные комитеты уже заслушали отчет главы Бердска, начальника управления финансов и налоговой политики. Сегодня прошло заседание членов комитета по ЖКХ. Какие вопросы рассматривали? Тема состояния понтонного моста через реку Раздельную на протяжении последних нескольких лет затрагивалась неоднократно. Особенно актуализируется проблема с наступлением весны, когда по мосту начинает двигаться большое количество дачников. Депутаты комитета по ЖКХ и городскому хозяйству, реагируя на обращения граждан, совершили осмотр сооружения. Мы решили проверить его состояние техническое. Честно говоря, мы были повергнут в шок, потому что пускать людей по этому мосту, в нашем понимании, небезопасно, потому что есть угроза жизни и здоровью граждан наших, берчан. На основании выводов, сделанных при осмотре моста, на депутатский комитет пригласили заместителя главы по городскому хозяйству. Владимир Захаров напомнил народным избранникам, что мост построил БЭМС в 1979 году. На тот момент предоставительной документации, понятно, не было. То есть, это была такая инженерная мысль местных кулибинах из того материала, который был. Но, слава богу, тогда и материалы были покрепче, да, то есть, и люди были, может быть, пособразительнее. Но мост до сих пор находится в состоянии эксплуатированным умом. Как пояснил замглавы, на сегодняшний день мост через Раздельную находится на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства. Там будут те доски, которые нуждаются в замене, будут заменены. Определенные сварочные работы по поддержанию его в состоянии работоспособном проходном будут поддержаны. И посмотрим на его натяжение, и будут, если в случае необходимости, подтянуты канаты. Вот такого рода мероприятия мы выполняем каждый год, каждый год. То есть, не от того, что нам это хочется или не хочется, потому что мы знаем, что по этому мосту проходит много людей. Стоит отметить, что по поводу состояния моста специалисты дали свою оценку еще 9 лет назад. Учитывая аварийное состояние конструкции существующего моста, рекомендовано в 2012 году провести его демонтаж и начать строительство нового капитального моста. За эти годы неоднократно обсуждалось строительство нового моста. Предлагались проекты, которые в области признавались чересчур затратными. Сейчас тема вновь прорабатывается. Проект сделан. Проект сделан. Он порядка 70 миллионов рублей. Сейчас УКС получил задание. Мы связались с проектировщиком. Есть возможность, значит, кое-какие моменты удешевить. Есть уже технологии, которые более дешевые. Сейчас идет вопрос как раз процесс корректировки смертной документации. Задача, которая была поставлена УКСу администрации, это удешевить порядка до 50 копеек и миллионов рублей. Депутаты еще раз обратили внимание на то, что строительство нового моста – дело перспективы и, возможно, не близкой. А поддерживающий ремонт существующего сооружения не уменьшает его опасности. Я смотрю в заключение, здесь написано, что продольные поперечные деформации равного пролетного строения на правом берегу, крен, стой, копор, значит, и что самое страшное – разрушение бетонных блоков фундамента равного пролетного строения правого берега. То есть мы-то можем латать пролеты, вот эти доски менять сколько угодно. Но я так понимаю, что у нас основные конструкции рушатся. Владимир Захаров пояснил, что сегодня возможность эксплуатации переправы оценивается обслуживающими его коммунальщиками. И они сделают все необходимое, чтобы по мосту можно было ходить. Здесь ситуация такая, что движение здесь проблематично, потому что есть заключение, что мост априори аварийный. И какие-то либо проектные решения будут сводиться к тому, что мост должен быть, скажем так, по всем правилам демонтирован. Но пока таких прописаний не было. Не было, то, что его сейчас ЖКХ содержит в стане в проходном, но это по большому счету такой маленький подвиг и определенный риск, о котором мы все понимаем. Народные избранники приняли решение написать обращение в прокуратуру. Надзорный орган, по мнению депутатов, уполномочен вынести предписание, запрещающее использование опасного понтонного моста через реку Раздельная. А это поспособствует быстрее принять решение по строительству новой переправы. Продолжение следует...